дорогие друзья мои теплейшие привет из снежного таллина и тему прямого эфира на сегодня ученик не работает на уроке что это значит какие действия со стороны мы можем предпринять для того чтобы такую ситуацию что скажете про тему которую я выбрала ученик не работает на уроке актуально ли она для вас друзья кстати можете это написать актуально ли для вас тема ученик не работает на уроке и под уроком друзья я подразумеваю как тот очный урок то точный формат которым мы с вами всех привыкли который нам очень знаком так и онлайн формат для некоторых все еще очень непривычный неудобный и наверное онлайн формат переносится иногда даже и нами тяжелее потому что за выключенными камерами за выключенными микрофонами ты перестаешь даже видеть учеников и крайне трудно судить о том что происходит по ту сторону экрана там вообще кто-то есть или там никого нет мы чувствуем растерянность и хотим хоть как-то этого ученика вернуть и требуем от них чтобы они включали хотя бы камеры но друзья со мной давайте копать все-таки глубже включены камеры показатели ничего поэтому поэтому давайте-ка поговорим о том что если у нас учить не работа на уроке что за этим у нас стоит и как мы с вами можем подойти вот смотрите друзья ученик не работает на уроке что это значит и что нам делать я думаю вы со мной согласитесь если я скажу что работать на уроке это значит прикладывать усилия в определенный момент времени твое активное участие в учебной работе подразумевает от тебя подразумевает от ученика прикладывание усилий он может притвориться например что он работает он может смотреть на вас если этот урок очный следить за вами кивать головой он может точно так же кивать головой или внимательно смотреть в камеру если у вас онлайн урок но для того чтобы он включился в работу для того чтобы он был здесь ему необходимо прикладывать усилия ему необходимо напрягаться если это идет обсуждение например групповая работа ему необходимо включаться в групповую работу вести обсуждение можно сделать иначе можно опять-таки делать вид что ты работаешь а на самом деле твоя голова будет занята чем-то другим и вот теперь друзья я спрошу у вас я спрошу у вас скажите когда вы в роли ученика когда вы ученик когда вы учитесь в каких условиях вы включаетесь в работу в каких условиях вы прикладываете усилия и при этом при этом вы себя хорошо чувствуете вот ключевые слова основные которые приходят вам в голову запишите сейчас в чат зачитываю ваши ответы если мне это нужно и интересно когда мне интересно когда мне интересно интересно смена заданий а далее если мне интересно тема если я не устала если я понимаю зачем мне это нужно когда мы увлечены далее 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 слушая музыку в наушниках чтобы никто не мешал если нужно написать что-то а это для самостоятельно когда не ругают за ошибку так когда мы понимаем о чем идет речь если я мотивирована а еще пришел ответ от ирины когда интересно нужно для работы рабочий настрой в классе есть есть единомышленники спасибо ирина а если я уже что-то по данной теме знаю хоть немного надежда описывает отлично есть время замечательно вы очень важной составляющей друзья причисляете так вот вот теперь подытоживая подытоживая первое мы прикладываем усилия в обучении тогда когда мы понимаем зачем надо это лично нам второе когда мы понимаем вот из того что вы сейчас написали что мы с этим заданием или вот с этой задачей который станет перед нами мы справимся совершенно верно есть ситуация успеха когда мы чувствуем что мы справимся и это задание представляет эта задача давайте не заданием и задача то и сужают сильно эта задача представляет для нас вызов она представляет для нас интерес и третье то что вы здесь друзья тоже предложили это когда ты понимаешь что ты не один ты не один есть рядом люди единомышленники ирина их назвала которым ты можешь обратиться если понадобится помощь вот это три важнейших компонента которые нам нужны для того чтобы мы были включенными в моменте обучения мы с вами разобрались тремя важнейшими компонентами и вывод мы здесь можем сделать такой если наш ученик не включается в работу если он не работает на уроке очном например или если он притворяется что он работает или он спрятался за закрытыми камерами или он совсем не приходит на наш онлайн урок или вы задаете ему вопрос а он не отвечает на него значит друзья один из этих трех компонентов он не поддержан в той среде который находится ученик вот этих вот условиях условий где бы раз два три выполнялись нет там может быть что-то одно может быть он не чувствует себя частью частью той среды частью той учебной среды в которой он находится может быть он не понимает зачем он здесь зачем ему это надо а может быть ему страшно что он ошибется он чувствует что он не справится с этим поэтому даже не имеет смысла и напрягаться и прикладывать усилий то есть если мы сталкиваемся вот с таким вызовом как наш ученик на уроке не работает друзья ищите причину вот за этими тремя пунктами что-то там значит не как это не совпадает не совпадает один какой-то момент или несколько моментов выпадает и вот теперь давайте перейдем ко второй части друзья что же нам с этом делать мы определили что это значит а теперь давайте поговорим о том что нам с этим делать и вот друзья я задаю вопросы вам что делать если вы узнаете например да каким-то вот образом вы узнаете про одного ученика вашем классе что он чувствует себя так будто бы он один такой донкий ход с ветряными мельницами его никто не слышит его не понимают ему никто не поможет он никому не интересен его проблемы никому не интересны нет того с кем можно поговорить нет того кому можно обратиться за помощью вот представьте что вы узнали что один из учеников или представьте даже себя представьте себя вот в какой-то ситуации где вы чувствовали может быть это на курсах может быть в школе когда вы сами сидели на уроке или в институте на лекции когда вы чувствовали что то никому ты здесь не нужен и это может быть как в целом так и вот конкретно какая-то вот одна лекция одна какая-то проблема с которой ты столкнулся и ты себя ощущаешь именно так и вот теперь друзья будьте добры напишите в чат что мы можем предпринять в этом случае какие наши действия дадут понять этому ученику что вообще-то он интересен вообще-то та проблема с которой он сталкивается она представляет для меня интерес вообще-то ты здесь не один и мы действуем действуем за одно проседает у тебя проседает у меня работаем как команда какими действиями мы можем под нашему ученику это мета сообщения послать зачитываю ваши ответы зрительный контакт и улыбка зрительный контакт и улыбка располагают всегда это точно одно из тех действий да так задавать вопросы а вот мария я бы еще уточнила вопросы какого рода какие вопросы просто поговорить на любую тему погода успеваешь ли и так далее ирина поддержу это действие да поддержу ученикам с учителями говорить по моему друзья особенно приятно ученики любят поговорить поговорить с учителем и ученикам очень приятно когда учитель проявляет к ним интерес тактильный контакт тактильный контакт тактильный контакт это немножко такая я понимаю что вы хотите сказать это только по отношению близкому человеку будет действовать все таки если речь идет о наших учениках то тактильный контакт личные границы у каждого свои для кого-то это может быть неприемлемо друзья я например чуть-чуть в другой культуре живу у эстонцев границы личные очень широкие поэтому тактильный контакт это максимум рукопожатия по плечу они особо друг друга не хлопают поэтому здесь нужно до смотреть конечно так дать работу значимую для него с которой он успешно справиться дать работу для него с которой он успешно справиться я бы знаете еще как добавила бы может быть сюда может быть он должен понимать что например именно это задание персонально для него составлено для того чтобы вот 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 как то что то или исходя из каких-то его интересов а так ты мотокроссом увлекаешься я знаю какое задание теперь тебе составлю вот вот как-то таким образом так продемонстрирует свой талант другим это если есть потребность демонстрировать демонстрации своего таланта другим не все хотят демонстрировать свой талант доверить роль учителя доверить роль учителя Я бы даже сказала, что здесь, наверное, другую потребность поддерживает, а не вот именно ощущение, что ты… Хотя, хотя, может быть, может быть, Валентина, это тоже подойдет. Да, да, почему бы нет, можно даже попробовать. Так, запустить онлайн-угру, которую ей увлечет, и он справится. Вот, кстати, вот все то, что вы предлагаете по он справиться, я бы это отнесла к чуть-чуть другой потребности. Не потребность чувствовать, что ты с кем-то, а как раз-таки потребность чувствовать, что ты справляешься, справляешься с этим. Вот я бы эти действия точно туда отнесла. А так, обратить внимание хоть на что-нибудь. Например, сказать, у тебя суперприческа, а там и до математики пойдет, я так думаю. Совершенно верно, друзья. Вообще, с похвалой, я думаю, трудно переборщить. И обратить внимание, конечно, желательно, точнее, не желательно, а точно надо хвалить обязательно за то, что человек делает, за процесс. Сейчас поясню, что я имею в виду. Не хвалить за те качества, которые мы считаем человеку даны от природы. Вот, я не знаю, может быть, вот волосы Марина, какие красивые кудрявые волосы. Ну, она данность и данность. А вот как Марина красиво уложила, вот это уже то усилие, которое человек предпринял для того, чтобы у себя на голове что-то соорудить. И вот таких небольших деталей нам надо натренировать свой глаз, замечать их. Вы сначала можете натренироваться на своей семье. Попробуйте, замечайте вот такие вот детали за вашими детьми. И благодарить их за это, хвалить их за это, отмечать. Спасибо, что тарелку со стола перенес к раковине или в раковину положил. Спасибо, что, я не знаю, обратил внимание. Спасибо, что поблагодарил. Или мне очень приятно это. Вот отмечать такие небольшие детали. Это сразу же рождает контакт между людьми. Так что тренируйтесь. Как ученики себя чувствуют? Как им на отдаленном обучении? Справляются ли? Не слишком загружены? Совершенно верно. Показывать интерес к ним. Вы показываете интерес к ним, затем они проявляют, безусловно, интерес к вам. Юрий совсем недавно закончил курс по математическому анализу. В этом году он провел этот курс полностью онлайн. Впервые просто. Полностью онлайн. И когда уже был пройден экзамен, один из студентов, а у Юрия, кстати, скажу, больше 500 студентов в этом полугодии. Так вот, один из студентов Юрий написал, что он невероятно благодарен за то, что Юрий имеет мотивацию для того, чтобы работать с ними. То есть студенты замечают, когда у тебя есть интерес к ним, когда ты заинтересован в том, чтобы им помочь, ты идешь им навстречу, они идут навстречу тебе. Им это становится интересно. И в конце концов, если ты так увлечен своим предметом, ну что там такого, ну может быть, ну что там такого, ну наверное все-таки должно там что-то быть. И хочется заинтересоваться. Пошутить, да, пошутить, поблагодарить за то, что весь класс пришел на урок. Совершенно верно, да, вот такие вот небольшие действия. Я действительно очень рада, что все пришли. Вот я тоже, друзья, выхожу онлайн, и я безумно рада, что приходят люди. Но правда, потому что нет вас, у меня не получится взаимодействия. Самой с собой разговаривать не так интересно. Это на YouTube, когда видео снимаешь, вот тогда сам с собой там разговариваешь перед камерой. А когда прямой эфир, ты хочешь общаться с людьми. Ты поэтому эфир и запускаешь. Показать все задания я в целом и его задачу в частности. Пусть он увидит, что его работа важна для общего успеха. Так, показать все задания в целом. Так, и его задачу в частности. Пусть он увидит, что его работа важна для общего успеха. Если через такие действия устанавливается связь у ученика как со всем классом, так и с учителем, тогда, безусловно, такие действия нужно внедрять. То есть, друзья, если подытожить, подытожить, это, безусловно, вот наш интерес к ученику, причем интерес искренний, и интерес он может быть как на уроке, так и на перемене. Наше общение не ограничивается, только вот встречи, да, непосредственно в учебной работе. И налаживание вот коммуникации, коммуникации с нашими учениками, чтобы у них была возможность общаться с вами и с учениками, чтобы у них была возможность обратиться. Если у него есть какой-то вопрос, чтобы ученики понимали, что и учитель, и все ученики в классе, и он в том числе, они действуют за одну. У нас одна цель – помочь развиться каждому в классе сидящему ученику. Во имя этой цели мы здесь и действуем. Поэтому важно, чтобы максимально работал каждый, и важно понять, что именно тебе не хватает для того, чтобы работать, для того, чтобы тебя поддержать и направить. И, друзья, вот эти действия, все действия, которые вы здесь перечислили, вы можете внедрять прямо сейчас. Для того, чтобы ученики ваши уже понимали сразу же, что они здесь не остаются наедине с самим собой. Все вызовы, с которыми они сталкиваются в учебной работе, а это «не понимаю», «не знаю», «да что делать», «да зачем мне это надо» – это все часть учебной работы. Это испытывает каждый человек, который хоть раз учился. Это знакомо нам всем. И с этим необходимо работать. С этим надо взаимодействовать. Идем далее, к следующему моменту, друзья. К следующему подходим. Теперь про первую часть, если ученик чувствует себя один против всех, мы с вами поговорили. Теперь следующее. А если ученик понимает, что с заданием оно домашнее, оно в классе, неважно, есть некое задание, есть некая задача, и ученик понимает, что он с ним не справится. Вот, вот, то есть даже можно не открывать учебник, ты понимаешь, ты не справишься, это бесполезно, это бесполезно. Ты даже не можешь заставить себя прочитать, потому что ты чувствуешь, как у тебя мозг взрывается от того, что тебе ничего не понятно, ты не знаешь, что делать. Либо наоборот, либо наоборот. Вот, задание настолько простое, что опять это, боже, ну неинтересно, ну дайте я же чем-нибудь другим займусь, я вас умоляю, только не это. И ученик по этой причине у нас не работает. И вот теперь скажите, у нас идет на повышение сложности. Какие действия мы можем предпринять для того, чтобы ученик почувствовал, что он справится с этим заданием? Ирина пишет. В первую очередь правильно подобрать задание, во вторую очередь опять же поговорить. Совершенно верно. Это действительно один из способов. Вы разговариваете с учениками, вы собираете от них отзывы, причем не обязательно в письменном, устном. Это может быть совершенно неформально создано, когда они подходят и говорят, например, вот Ирина, вы написали, вот они подходят к вам и говорят, Ирина, не знаю вас по отчеству. В Эстонии просто обращается учитель к учителям, и они, например, говорят, во-во-во-во-во, вот это задание, это было интересно. Или, а почему мы сегодня опять вот эти вот упражнения в столбик, вот как-то что-то не так. И с ними об этом говорить, вот и с ними об этом говорить. Это не значит, что таких заданий в столбик совсем не должно быть, но идти навстречу и с ними об этом говорить, и обосновывать, почему, ребят, именно такие задания. Что предпринять для того, чтобы в следующий раз, например, предложить вам вызов какой-то. Далее. Друзья, работа в паре, учу или учусь, соглашусь, Оксана. Давать дифференцированные задания, пишет Валентина, задания с алгоритмами и подсказками, совершенно верно. Дифференцировать учебную работу, друзья, даже если она онлайн, у нас организована, ее архи важно, архи важно дифференцировать учебную работу. Меня выручают в сложных ситуациях общение в Вайбере и Телеграм. Ученики могут спросить, высказать мнение в чате, в личке, получить консультацию, поддержку. Это занимает много времени, но оно окупается. Ирина, благодарю. У Юрия ровно то же самое. Я вам сказала, сколько у него студентов. У него огромнейшее количество групп в Телеграм, но он делает ровно то же самое. Общается, потому что вот эта вот потребность во взаимосвязи с другими, она поддержана, и ты начинаешь включаться в работу. Ты чувствуешь, что даже если ты начнешь выполнять какую-то работу, но зайдешь в тупик, ты можешь обратиться, и тебе помогут. И это нормально. Вот не знать, не понять, спросить – это естественно. Это естественная часть учебного процесса. Очень многие, когда учатся, не задают вопросов. Почему? Потому что, ну, это же глупо. А что обо мне подумают? А вдруг меня заругают? А вдруг увидят, какой у меня там пробел? О, не, лучше я отмолчусь. Ну, все же поняли, значит, что-то со мной не так. Вот эти барьеры надо убирать. Это все, друзья, от лукавого. Это все не имеет отношения к учебному процессу. Разбить на более мелкие подзадания, дать пошаговую инструкцию для сильных, повысить уровень заданий. Да, и при этом я бы еще добавила, вот не всегда надо уровень заданий повышать. Хотя это тоже может быть. Друзья, иногда можно добавить какой-то вызов. Какой-то вот прям вот вызов. То есть задание такое, которое ты смотришь, такой, знаете, когнитивный диссонанс у тебя какой-то происходит. Как так, вроде бы только что, только что решался, было так понятно, а тут бабах, и что-то как-то, и как-то по-другому. Дать памятку, соглашусь, алгоритм работы, вообще расписать ученикам, не расписать, а как бы объяснить структуру работы. То есть как мы работаем, например, в целом, вот у нас в целом там курс по литературе, да, вот у нас в целом он выглядит так. Мы сейчас с вами вот в течение там следующих трех недель возьмем вот это. У нас будут вот как-то так, например, идти, я не знаю, какие-то встречи, работы, темы, темы, все что угодно. Показывать ученикам, куда нам надо прийти и где мы сейчас. Вот это очень важно. Ученики должны чувствовать эту структуру, чтобы ты пришел на урок, и это не просто вот это пришел, сел и, здравствуйте, открыли учебники, прочитайте параграф, ответьте на вопросы. Или откройте учебники, откройте тетради, запишите пример номер 354 и пошли решать. Он должен точно понять, что этот урок сегодня ему даст. Какого учебного результата он достигнет, какова цель этого урока и что делается для того, чтобы эти учебные результаты создавать, достигать. Алгоритм работы, дать памятку. Друзья, поддержу каждое ваше решение, которое вы здесь предложили. Совершенно верно. Мы предлагаем задание с вызовом, мы дифференцируем учебную работу, организовываем работу в группах, именно коллаборативную работу в группах, для того, чтобы ученики могли в случае, если что-то не получается, растеряно, не понял, могли тут же у кого-то что-то спросить, для того, чтобы это маленькое непонимание не мешало дальнейшей их учебной работе, для того, чтобы они смогли включиться в учебную работу. Безусловно, давать какие-то подсказки, вот говорящие стены, памятки, алгоритмы, все то, что вы здесь предлагали. Это очень важно для того, чтобы поддержать у ученика вот это вот ощущение «я справлюсь». Но не может забытая формула стать препятствием, не может забытый карандаш, ручка, тетрадь, учебник, циркуль стать препятствием к тому, чтобы ты справился с этим заданием. И теперь мы с вами идем к последнему пункту, друзья. Мы с вами разобрали второй пункт, что делать, если наш ученик либо понимает, что он с заданием не справится, либо, наоборот, оно для него слишком легкое, слишком легкое. И вот теперь, друзья, последний пункт. Я вас очень благодарю за вашу активную работу, потому что вы называете невероятно важные компоненты, что говорит о том, что вы сами, друзья, интуитивно, прекрасно чувствуете, как вовлечь ваших учеников в учебную работу. Просто теперь вы будете это делать, вполне возможно, очень даже целенаправленно. Вы будете точно понимать, почему именно это действие вы внедряете, и больше у вас самих будет понимание тех действий, которые вы предпринимаете на уроке. А это, друзья, всегда очень важно, потому что, казалось бы, делаешь, например, какое-то действие, делаешь какое-то действие, делаешь какое-то действие, а потом вдруг понимаешь, на что это действие оказывает влияние, что в итоге происходит, и вроде бы ты продолжаешь делать то же самое действие, но какой-то эффект уже другой, потому что твое отношение уже к этому изменилось. И вот теперь, друзья, смотрите. Последний вызов для нас. Что мы можем предпринять? Что мы можем сделать, если ученик чувствует, что это не его выбор? Ученик не понимает, зачем мне это надо? Помните, вы писали, многие написали. Понимание, мой личный интерес и понимание, зачем мне это надо. Мы, друзья, в наших классах сталкиваемся тем, что наши ученики не понимают, зачем мне это надо. Это не его выбор. Это тема, этот урок, это задание, это не его выбор. Он его просто делает. Если есть возможность не делать, он его не сделает. Какими нашими действиями мы можем дать ученику понять, что он совершает выбор, и он за этот выбор несет ответственность? У него есть определенная свобода в том, что он делает. Какими нашими действиями мы можем, друзья, способствовать этому? Я бы сказала, что мы можем действительно нашим ученикам предоставлять выбор какой-то. Например, выбор тем, выбор способа работы, выбор инструмента работы. При дифференцированной работе, там выбор может быть всякий разный, в зависимости от того, какой способ дифференцированной работы вы выбрали. У меня, друзья, к слову, на YouTube-канале вы можете найти видео. Четыре способа или четыре метода организации дифференцированной работы. Обязательно его посмотрите. Там полезные, достаточно такие популярные методы перечислены. Но пересмотреть, посмотреть, друзья, очень рекомендую, потому что там я и перечисляю, в каком случае мы. Идеально подойдет использование того или иного метода дифференциации, а в каких он может… Или с какими вызовами мы можем столкнуться, скажем так. Нигде он может не сработать, а с какими вызовами мы просто можем столкнуться, мы это учтем. Так, надо влюбить его в себя, как в учителя, так и в предмет. А вот через какие действия, Оксана, мы можем это сделать? Через какие? Я понимаю, о чем вы говорите. Но, как говорится, а вот что? А вот что предпринять? Что мы можем сделать? Так, через интерактивные задания, через интерактивные задания. А как он через интерактивные задания, наш ученик почувствует, что это его воля? Вот решать это интерактивное задание – это его выбор. Он это делает по собственному желанию. Он может сказать, зачем мне решать интерактивное задание? Не буду. Объяснить, что мы делаем, не всегда то, что нам нравится. Если это возможно, подбирать альтернативные задания. Вот, Валентина, я соглашусь с тем, что вы написали, но, наверное, для ребят формулировку бы выбрала другую. Скажу честно, что когда я сама слышу фразу «не все то, что мы делаем, нам нравится», я начинаю в этот момент испытывать сопротивление. Хотя, прекрасно понимаю, что есть вещи, которые мы делаем, потому что так надо, и никто в этот момент не испытывает сильнейшей радости, высочайшей мотивации и неизмеримого счастья. Мы это делаем, потому что так надо. Но, смотрите, на чем здесь важно делать акцент. Важно здесь объяснять ученикам, почему мы так делаем. Просто элементарно причинно-следственную связь им объяснять. Если даже я понимаю, что мне эта деятельность, я не знаю, там, задания, форма работы не представляет моего личного интереса, не повышает мое настроение, но мне объяснили причинно-следственную связь, к чему это приводит, для чего мы это делаем, и желательно, чтобы это объяснили еще каким-то значимым для меня способом, чтобы это был мостик какой-то лично со мной, а не потому что так надо всему классу. Мне это зачем надо, я хочу знать. То вот в этом случае ученик тогда понимает, зачем это надо, делает, потому что это надо, но у него уже другой мотив. Он это делает уже не из-под палки, он этот выбор внутри уже делает и начинает, например, работать, начинает включаться в учебную работу. Если мы сразу же напрямую скажем нашим ученикам, ну жизнь такая, в жизни сказка, не всегда тебе все будет нравиться, поверьте, друзья, современное поколение закидает нас виртуальными помидорами, потому что перед их глазами огромное количество людей, за которыми они следят через различные социальные медиа, которые показывают прямо обратное. Жизнь можно в кайф. И они видят картинку, они хотят так же, и нас просто считают устарелыми, застарелыми, ничего не понимающими, оторванными от жизни. И вот тем самым, вот это вот сразу же первая потребность, потребность в том, чтобы к тебе испытывали интересы, в том, чтобы ты был связан с другими людьми, она здесь сразу же пропадает. Все, они понимают, что «О, не-не-не, все, вы нас не понимаете, о май гад, все, 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 понятно, понятно, понятно». Ребята, это нам не подходит, мы себе другую жизнь выбираем. Так, далее. Порядочность, справедливость, юмор. Главное юмор, а не ирония, самое главное. Так, порядочно, справедливость. Это очень правильные Оксана слова, но я здесь опять-таки спрошу, а как, какими действиями мы можем этого добиться. Согласитесь, это очень такая категория о ценности многих людей, о ценности разных людей может различаться. Разница, хотел сказать. Так, может быть, ставить четкие цели в начале урока и вывести на диалог, зачем нам это можно делать, Ирина? Конечно, конечно, в принципе, у каждой темы можно делать это. Мы, когда с Юрией проводим курсы для учителей математики, и у нас, например, тема, ну, допустим, не знаю, проценты, мы учителям математики задаем вопрос, зачем нам изучать процент? Ответьте на вопрос, зачем? Если вы сможете дать ответ на этот вопрос самому себе, друзья, вы сможете это объяснить ученикам. У вас это будет мета-сообщениями передаваться через все эти слова, все через ваши действия, которые наблюдают ученики. Это очень важно. Подводящими вопросами дать возможность сформулировать ученикам тему. Можно, можно, почему бы, почему бы и нет. Более того, можно, можно еще, знаете, как сделать, дать какие-то, например, учебные материалы ученикам, или, может быть, это даже сделать при помощи презентации, где даны какие-то наводящие вопросы, и каждый сам формулирует тему, как он думает, а затем обсудить, у кого что получилось. Вот для того, чтобы, для того, чтобы не было так, что кто-то один выкрикнул, а все остальные 37 согласились. Так, часто слышу от старшеклассников, а как это нам пригодится в жизни? Нужно быть готовым ответить на такие вопросы, связь с их сегодняшними интересами. Да, Ирина, это очень хорошо, если мы находим ответ на эти вопросы, но желательно это еще подавать не через просто вот наше объяснение, а еще через какие-то задания, то есть задания, которые связаны с реальной жизнью. И это прямо надо постараться, чтобы такие найти. Это прямо вот поломать голову можно порой для того, чтобы найти. Можно для этого организовывать, например, на 2-3 урока, с друг за дружком, которые идут, да, может быть, они через неделю, может быть, на 1 неделю у вас все 3 урока, такой небольшой с учениками проект, где взята какая-то проблема из реальной жизни. И ученики, вот используя содержание вашего урока, они эту проблему решают, находят какое-то решение. Здесь они и в группах работают, они понимают, что они команда. Здесь они поддержку имеют для того, чтобы с заданием справиться. Здесь есть интерес к этой теме, к этой проблеме. Связь с реальной жизнью и достаточная степень свободы учеников тоже здесь есть. Потому что здесь от их решений зависит, и от их действий зависит тот результат, который они потом в итоге получат. Оксана пишет максимум примеров из жизни. И желательно, друзья, не просто эти примеры доводить, не просто эти примеры приводить, а давать им, ребятам, в виде каких-то проблем. Идеально, если они могут еще вот что-то прям действительно реально где-то потрогать, пощупать, измерить, выйти на улицу, я не знаю, собрать интервью, опросить, сделать гугл форму, диаграмму получить, проанализировать даты, представить, мир спасти. Вот чтобы вот этим, вот таким они занимались, потому что тут идеально они тогда себя ощущают, потому что, друзья, вот эти вот все три потребности, о которых мы говорили, они здесь удовлетворяются в такой деятельности. Татьяна пишет, почему нет методичек с такими заданиями, чтобы у каждого учителя не изобретать ночами? Татьяна, я думаю, что ответа на этот вопрос пока у меня нет. С заданиями из реальной жизни такая штука, что жизнь сейчас, события, меняются настолько быстро, что пока в эту методичку умные люди соберут, пока ее публикуют, эти задания реальной жизни уже ученикам будут неинтересны, друзья. Все, потому что уже такого социального сервиса нет, такой проблем уже давно не существует, это уже не актуально. Идеально, чтобы эта методичка была такой, я не знаю, какой-то конструктор, какой-то, знаете, какой-то агрегатор, он берет, то есть там содержимое не статичное, а он откуда-то каждый раз для этой задачи берет новую актуальную проблему. Вчера случилось какое-нибудь событие значимое, допустим, не знаю, историческое, политическое, экономическое, хопа, на проблему уже здесь, в этой задаче. Все, и у тебя, получается, нет ни одной повторной задачи, все разные. Но если ты решаешь проблему, у проблемы-то один алгоритм решения, так ты идешь по ней, выносишь свой какой-то вердикт. Вот если такая методичка, то ее создать, я думаю, реально. А вот, конечно, напечатывать, это да, это мы, друзья, мы все ищем, вот-вот-вот-вот все ищем. И я думаю, что даже если взять, собрать команду, создать какую-нибудь платформу, где будут эти задачи, что-то мне подсказывает, что мы все равно будем искать свои. Все равно мы будем искать свои. А идеи мы черпаем, мы, мы, кому я мы? Мы, учителя, на Пинтересте. Ну вот, друзья, я черпаю, скажу честно, на Пинтересте. Все, нужна мне проблема, нужна мне идея, неважно, какая у меня тема, я иду на Пинтерест. И там даже читать ничего не надо, по картинкам ты уже сразу же понимаешь, что тебе нужно. И вот, кстати, друзья, я в сториз вчера рассказывала про то, что я прочитала недавно исследование, связанное с перевернутым классом. Ученых заинтересовало, почему же перевернутый класс оказывается такой успешной или эффективной для успеваемости и для самочувствия обучаемых хорошей моделью. И что они нашли, друзья? То, что у него в перевернутом классе, у него, это у ученика, вот эти вот все три потребности, вот эти все три условия выполнены. У него все три потребности поддержаны в перевернутом классе. Именно поэтому перевернутый класс оказывается так эффективным, настолько эффективным. И, друзья, вот подытоживая все то, что вы сказали по тем действиям, которые нам необходимо предпринять для того, чтобы ученик чувствовал определенную свободу, чувствовал свою ответственность и у него было понимание, зачем, то, друзья, отмечу, что нам необходимо убирать контролирующие действия со своей стороны. Если он растет, учится в контролируемой среде, там нет его воли. там делаешь от забора и до обеда. Там делаешь, потому что надо. Поэтому первое действие с нашей стороны это уменьшать контроль. Обязательно давать, это то, что вы здесь все вынесли, обязательно давать выбор ученикам. В чем-то он может быть совершенно разный, друзья, совершенно разный, но предоставлять выбор. Потому что, когда у тебя есть выбор, ты выбираешь что-то, и это уже твой выбор. То есть ты уже взял на себя какую-то ответственность, ты работаешь над этим. И если, друзья, ваши ученики испытывают сопротивление, негодование, это, конечно, очень большого ресурса требует от нас, но нам стараться быть эмпатичным к этому. Потому что это часть, как я уже сказала, это тоже часть учебной работы. Но когда ученик чувствует, что его негативные эмоции акцептируются здесь в классе, ему никто не скажет, что? Ты еще указывать будешь? Какие задания мы здесь будем решать? Вот когда он чувствует, что его негативные эмоции акцептируются, он тоже начинает чувствовать себя в этой среде тем, кто на что-то может влиять, тем, от кого хоть что-то зависит. Это то чувство, которое рождает в человеке ответственность. И очень важно, чтобы они, конечно, уже понимали причинно-следственную связь. Когда дети учатся с методом перевернутого класса, у них поднимается самооценка. Исследования показывают, что вот в этом самочувствии учащихся действительно есть заметные улучшения, когда они учатся в перевернутом классе. Это именно потому, что у них вот это вот чувство, что я справлюсь, оно поддержано, оно удовлетворено. Они понимают, что они справятся. Они понимают, что можно обратиться за помощью. Они понимают, что можно ошибаться. Помните, мы с вами в прошлый эфир говорили об ошибках. Присмотрите, если кто не видел, друзья. Можно ошибаться. Мы учимся, мы учимся, мы учимся на ошибках. Ошибаемся, 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 анализируем, учимся, исправляем, снова ошибаемся и так далее. Вот такой сценарий, как перевернутый класс или проектное обучение, они создают это пространство для ошибок. И ученикам это, конечно, не то, что нравится. Нравится здесь даже не то слово. Оно провоцирует тебя на активную работу, оно провоцирует тебя на вовлечение и, соответственно, на обучение. Если бы учителя было один-два урока в день, можно было бы большая загрузка учителей. Соглашусь, Оксана, дело в том, что школа в том виде, в котором у нас есть, она же заточена под старую педагогику и под то понимание учения, когда считалось, что знания можно передать из одной головы в другую. Поэтому расписание у нас, нагрузка такова, что мы просто передаем, передаем, передаем. Передавать подряд вот так 7 уроков, реально. Обучить, то есть создать конструктивистскую среду, в которой ученик сам конструирует свои знания, вот так вот, нереально. Поэтому школу, школа должна очень серьезную, конечно, трансформацию проделать для того, чтобы эту ситуацию изменить. Но, друзья, от наших действий все-таки, от наших действий все-таки зависит очень многое. скажем честно, в классе с учениками один на один это мы с вами, и мы с вами эту ситуацию можем изменить очень сильно. Не надо сразу внедрять со всеми, со всеми классами, например, проектное обучение или перевернутый класс, возьмите какой-то один и попробуйте с ним. Мы все равно готовим свои уроки, просто этот урок потребует от нас чуть больше, чуть больше работ. И, к слову, о перевернутом классе 30 января стартует у меня курс перевернутый класс от А до Я. Друзья, проходите по ссылке на фейсбуке, кнопочка висит на моей странице, в инстаграме кнопочка в моем профиле. Заходите, регистрируйтесь. Первые два эфира, первые два, ну да, эфира, первые две встречи, такие асинхронные встречи у нас будут с вами, они бесплатны для участия, вы можете послушать и понять, подходит вам, не подходит. Но это, друзья, как раз-таки тот шанс, чтобы вы вот в следующие два месяца за февраль и за март точно реализовали с одним классом перевернутый класс. Вы его реализуете, у вас нет выбора. Вы придете ко мне и вы его сделаете. Это перевернутый класс. То есть вы будете также готовиться к своим урокам, будете иногда слушать меня в мои подкасты в наушниках, едя, например, проездом, допустим, проезжая на работу. И затем, затем внедрять маленькие действия в вашу практику. Но вот исходя из того, что мы сегодня здесь сказали, друзья, это все реально сделать прямо завтра. Мы прямо завтра заходим в наш класс, улыбаемся. Мы прямо завтра можем уже спросить у наших учеников об их интересах или спросить, как они предпочитают работать на нашем уроке. Если ученикам трудно ответить на этот вопрос, у них вполне возможно еще не было другого способа, опыта, и тебе не с чем сравнивать. Поэтому можно попробовать сделать что-то по-другому и спросить, ребят, как вы думаете, в какой ситуации вы больше стараетесь, вы больше работаете? Потому что задача не в том, чтобы отсидеться, а задача в том, чтобы включиться, даже когда бывает непросто. Согласна, иногда готовишь один материал, но уроки возникает совсем другой. Для этой же темы урок проходит на ура. О, да, безусловно. Безусловно, я думаю, нет такого учителя, который с этим не сталкивался. Так, главное не заставлять, так как это отбивает охоту учиться. Никто не любит совершать действия, значения которых для себя он не понимает. Это не нравится вот никому, ни ребенку, ни взрослому. Все хотят совершать те действия, смысл которых ему понятен. Это, друзья, очень важно. И на этой прекрасной ноте, друзья, я думаю, мы можем с вами заканчивать эфир. Огромная благодарность вам за ваше активное участие. Этот эфир мы провели с вами вместе. Вместе, друзья. Без вас он бы не состоялся. И я благодарю каждого за то, что вы так активно меня слушали, думали, комментировали, писали. Каждый ваш комментарий очень значим для меня. И если вы сейчас слушали, где-то тут что-то тут понятно, тут непонятно, здесь чувствую, что что-то вот, но спросить вот никак трудно. Додумайте, переварите, как говорится, переспите с этим. И в комментариях вы всегда можете задать вопрос. Друзья, я обязательно, обязательно вам отвечу. И я очень надеюсь, что вот эта вот тема ученик не работает, она для вас хоть немножко, хоть немножко развязывается. Вы можете это потом эфир смотреть, пересматривать, посмотрите мои прошлые эфиры, чтобы становилось понятнее. И, конечно, друзья, приходите на перевернутый класс, переверните урок, друзья, давайте вместе перевернем. Я сейчас этот курс, я уже по-моему, четвертый у меня поток, по-моему, будет, я его сейчас буду, эту структуру менять курса полностью, содержание тоже останется, но последовательность я сейчас переделаю сильно для этого курса, так что приходите, и с первых же дней начнете маленькие какие-то шаги внедрять по изменению своих привычек, своих профессиональных привычек, друзья. Огромное, огромное вам спасибо, друзья, за ваше активное участие, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok